продолжаем большую тему наше совместное вознесение веди меня моя душа вознесенные мастера и ешуа здравствуйте родные мои любимые души сегодня я расскажу вам о том как научиться слышать свою душу разговаривать со своим высшим я сейчас это становится особенно важным поскольку лишь полностью слившись со своей душой вы можете сделать последний шаг отделяющий вас от перехода я поделюсь своим опытом как это удавалось мне будучи воплощенным в теле ешуа моё слияние с душой произошло во время моего пребывания в агарте именно тогда жрецы научили меня соединяться со своими божественными аспектами находясь в теле человека но это было только первым шагом мне предстояло научиться слышать подсказки своего высшего я поскольку выполнение моей миссии на земле могло состояться лишь в том случае если бы по жизни меня вела уже душа а не моё физическое сознание но сначала я расскажу вам о своих ощущениях после того как я понял что душа вошла в меня и осталась в моем физическом теле я чувствовал внутри легкие едва заметные вибрации будто внутри меня поселился невидимый эфирный двойник но он не только не мешал мне а наоборот наполнял меня энергиями такой силы и такой глубины которую можно сравнить с божьей благодатью и они разливались по всему моему телу приятным теплом казалось что вместе с моей душой в меня вошла вера в то что отныне ничего плохого со мной случиться не может поскольку моя божественная частичка тоже воплотилась на земле слившись с моим физическим телом моя жизнь обрела совсем иной смысл я знал что теперь все мои действия все мои мысли и слова будут иметь уже другую наполненность поскольку будут питаться из другого источника божественного конечно я не ощущал физического присутствия своей души каждую минуту занимаясь повседневными делами я отвлекался и не думал о ней но в состоянии тишины и покоя мысленно обращаясь к ней за советом я тут же ощущал знакомые вибрации и блаженное тепло ответы на мои вопросы приходили ко мне по-разному и по второй весьма неожиданно иногда это была фраза произнесенная кем-то случайно или неожиданное появление человека который мог помочь именно в том что мне было нужно в данный момент но чаще всего она вкладывала мне в голову мысли которые были явно не моими со временем я научился чутко отделять свои мысли как человека от мыслей моей души и понимал я это последующим признаком прежде всего они были нелогичными и ожидаемыми а весьма оригинальными и порой не вписывались привычные понятия и нормы жизни но в основе их всегда лежали добро и любовь а также духовные потребности как мои собственные так и людей в целом и даже когда моя душа подсказывала мне выход из материальных трудностей я видел что конечные цели ставились совсем другие не практического а духовного порядка чтобы не быть голословным приведу вам такой пример вернувшись из своего второго путешествия в индию я должен был думать о том как прокормить семью марию магдалину и матушку которая к тому времени овдовела и душа подсказывала мне очень интересное решение я устроился на работу в богатый дом мне предложили ухаживать за садом и одновременно обучать хозяина дома азам йоги о которой он был наслышан и которой я владел совершенстве он оказался человеком передовых для тех времен взглядов и позволил мне проводить первые беседы с людьми в том же саду где я работал на этом мы остановимся сегодня любящий вас всем сердцем и ешуа говорил с вами приняла марта вы прослушали тему веди меня моя душа а